Роберт Шекли. Человек по Платону. Благополучно посадив корабль на Регул-5, члены экспедиции разбили лагерь и включили ГР-220134, своего граничного робота, которого они называли Максом. Робот этот приводился в действие голосом и представлял собой двуногий механизм, предназначенный для охраны лагеря от вторжения неземлян в случае, если экспедиции где-нибудь придется столкнуться с таковыми. Первоначально, в строгом согласии с инструкцией, Макс был серо-стального цвета, но во время бесконечного полета его покрасили нежно-голубой краской. Высота Макса составляла 1 метр 20 сантиметров, и члены экспедиции постепенно уверовали, что он добрый, разумный металлический человек, железный гномик, нечто вроде миниатюрного железного дровосека из волшебника изумрудного города. Разумеется, они заблуждались. Их робот не обладал ни одним из тех качеств, которые ему приписывали. ГР-220134 был неразумнее жнейки и недобрее автоматической расточной линии. В нравственном отношении его можно было сравнить с турбиной или радиоприемником, но никак не с человеком. Маленький, нежно-голубой Макс с красными глазами безостановочно двигался по невидимой границе лагеря, включив свои электронные органы чувств на максимальную мощность. Капитан Битти и лейтенант Джеймс отправились на реактивном вертолете обследовать планету и должны были отсутствовать около недели. Лейтенант Холорин остался в лагере охранять оборудование. Холорин, коренастый крепыш с бочкообразной грудью и кривыми ногами, был веселым веснущатым, закаленным находчивым человеком и большим любителем соленых выражений. Позавтракав, он провел сеанс связи с вертолетом, потом раскрыл шезлонг и уселся полюбоваться пейзажем. Регул пятый – прелестное место, если вы питаете страсть к унылым пустыням. Вокруг лагеря во все стороны простиралась раскаленная равнина, состоявшая из песка, застывшей лавы из скал. Кое-где кружили птицы, похожие на воробьев, а иногда пробегали животные, напоминавшие койотов. Между скалами там и сям торчали тощие кактусы. Холорин встал с шезлонга. «Макс, я пойду прогуляюсь. В мое отсутствие ты остаешься в лагере за главного». Робот прервал обход. «Слушаюсь, сэр. Я остаюсь за главного. Не допускай сюда никаких инопланетян, особенно двух головых с коленями на выворот». «Я учту ваши указания, сэр». Когда речь шла об инопланетянах, Макс утрачивал чувство юмора. «Вы знаете пароль, мистер Холорин?» «Знаю, Макс. А ты?» «Мне он известен, сэр». «Отлично. Ну, бывай». И Холорин покинул пределы лагеря. Побродив часок по очаровательным окрестностям и не обнаружив ничего интересного, Холорин направился обратно к лагерю. Он с удовольствием отметил про себя, что ГР-220134 совершает свой бесконечный обход границы лагеря. Это означало, что там все в порядке. «Эй, Макс!» «Стой!» Загремел робот, когда Холорин собрался было переступить границу. Холорин остановился как вкопанный. Фотоэлектрические глаза Макса вспыхнули, и негромкий двойной щелчок возвестил, что он привел в боевую готовность оружие малого калибра. Холорин решил действовать осторожнее. «Я стою. Моя фамилия Холорин. Ну как? Все в порядке, Макс?» «Пожалуйста, назовите пароль». «Колокольчики!» ответил Холорин. «Ну, а теперь с твоего разрешения...» «Не пересекайте границы!» предупредил робот. «Пароль неверен». «Как бы не так! Я же сам тебе его давал!» «Это прежний пароль». «Прежний?» «Да ты лишился своего электронного рассудка!» — воскликнул Холорин. «Колокольчики — единственный верный пароль! И никакого нового пароля у тебя быть не может, так как... разве что...» Робот терпеливо ждал, пока Холорин взвешивал эту неприятную мысль и, наконец, высказал ее вслух. «Разве что, капитан Битти дал тебе новый пароль перед отлетом! Так оно и было?» «Да!» ответил робот. «Мне следовало бы сообразить!» сказал Холорин. Он был раздосадован. Такие промашки случались и прежде, но в лагере всегда был кто-нибудь, кто помогал исправить положение. Впрочем, оснований для тревоги не было. Если подумать хорошенько, ситуация складывалась довольно занятная, и на эти выход ничего не стоило. Достаточно было немного поразмыслить. Холорин, разумеется, исходил из того, что ГР-220134 способны хотя бы немного поразмыслить. «Макс!» начал Холорин. «Я понимаю, как это произошло. Капитан Битти дал тебе новый пароль, но не сказал мне об этом, а я затем усугубил допущенный им промах, не проверив, как обстоит дело с паролем, прежде чем вышел за границу лагеря». Робот ничего не сказал, и Холорин продолжал. «В любом случае, эту ошибку легко поправить». «Искренне надеюсь, что это так», ответил робот. «Ну, конечно же», заявил Холорин без прежней уверенности. «И, капитан, я, давая тебе новый пароль, всегда следуем определенным правилам. Сообщив пароль тебе, он тут же сообщает его мне устно, но на всякий непредвиденный случай, вроде того, что произошел сейчас, он его записывает». «Разве?» спросил робот. «Да, да», ответил Холорин. «Всегда, неукоснительно, и значит, в этот раз тоже. Ты видишь палатку позади себя?» Робот навел один глаз на палатку, не спуская второго с Холорина. «Да, я ее вижу, отлично. В палатке стоит стол, на столе лежит серый металлический зажим». «Правильно», сказал Макс. «Превосходно! В зажиме лист бумаги, на нем записаны наиболее важные данные, частота, на которой подается сигнал бедствия и тому подобное. В верхнем углу листка, обведенный красным кружком, написан текущий пароль». Робот выдвинул свой глаз, сфокусировал его, затем вернул в обычное положение и сказал Холорину. «Все, что вы сказали, совершенно верно, но никакого отношения к делу не имеет. Мне нужно, чтобы вы знали пароль, а не то, где он находится. Если вы можете назвать пароль, я должен впустить вас в лагерь. Если вы его не знаете, я не должен вас туда пускать». «Это же идиотизм!» «Скажать Горация на мосту и впусти меня в лагерь!» «Ваше сходство с мистером Холорином действительно фантастично», признал робот. «Но у меня нет ни приборов, ни права, чтобы идентифицировать вашу личность, и мне не разрешается действовать на основании только моих восприятий. Единственное приемлемое для меня доказательство это пароль». Холорин подавил ярость и сказал нормальным тоном «Макс, старина, похоже, ты намекаешь, что я инопланетянин». «Поскольку вы не называете пароля», ответил Макс, «я обязан исходить именно из этой предпосылки». «Макс!» закричал Холорин, делая шаг вперед. «Во имя всего святого!» «Не подходите к границе», сказал робот. Его глаза пылали. «Кем бы и чем бы вы ни были назад!» «Ладно, ладно, я отойду», быстро сказал Холорин. «Не нервничай!» Он отошел от границы и подождал, пока глаза робота не погасли. Потом сел на камень. Ему нужно было серьезно подумать. Была уже почти середина тысячечасового регулийского дня. Двойное солнце стояло в самом зените. Два белых пятна в тускло белом небе. Они медленно плыли над темным гранитным ландшафтом, сжигая все, на что падали их лучи. Изредка в сухом раскаленном воздухе устало пролетала птица. Небольшие зверьки быстро шмыгали из одной тени в другую. Животное, похожее на росомаху, грызло колышек палатки. Но маленький голубой робот не обращал на него ни малейшего внимания. Человек сидел на камне и смотрел на робота. Холорин, которого уже начала мучить жажда, попытался проанализировать свое положение и найти выход. Ему хотелось пить. Скоро вода станет для него насущной необходимостью. А затем он умрет от жажды. Кроме лагеря, нигде вокруг не было пригодной для питья воды. Воды в лагере было много, но пройти к ней, минуя робота, он не мог. По расписанию Битти и Джеймс выйдут на связь с ним через три дня. Но если он не ответит, это их вряд ли встревожит. Короткие волны капризничают даже на земле. Еще одну попытку они сделают вечером, а потом на следующее утро. Не получив ответа, и тогда они вернутся в лагерь. Итак, на это потребуется четыре земных дня. А сколько сможет протянуть он без воды? Ответ зависит от скорости, с которой его организм терял воду. Когда общая потеря жидкости достигнет 10-15% его веса, он впадет в шоковое состояние. Это может произойти с катастрофической внезапностью. Известны случаи, когда кочевники-бедуины, оставшись без воды, погибали через сутки. Потерпевшие аварию автомобилисты на американском юго-западе, пытаясь выйти пешком из пустыни Бейкер или Мохаве, иногда не выдерживали и 12 часов. Регул-5 был знойным, как калахари, а влажность на нем была меньше, чем в долине смерти. День на Регуле-5 составлял почти тысячу земных часов. Сейчас был полдень, и впереди его ждало 500 часов непрекращающегося зноя, без возможности укрыться в тени. Сколько он сможет продержаться? Один земной день, по самому оптимистическому подсчету, не больше двух. Следовательно, про Битти и Джеймса надо забыть. Ему необходимо добыть воду из лагеря и как можно скорее. Значит, он должен придумать, как войти туда, минуя робота. Он решил пустить в ход логику. Макс, ты должен знать, что я Холорин. Ушел из лагеря, и что я Холорин. Вернулся через час, и что я, Холорин, стою сейчас перед тобой и не знаю пароля. Вероятность того, что ваше утверждение верно, весьма высока, признал робот. Но в таком случае... Но я не могу действовать, исходя из вероятности или даже почти в полной уверенности. В конце концов, я был создан специально для того, чтобы иметь дело с инопланетянами, несмотря на весьма малую вероятность того, что я встречусь с ними. Не можешь ли ты хотя бы принести мне канистру с водой? Нет. Это значило бы нарушить приказ. Когда это тебе отдавали приказы на счет воды? Прямо мне их не отдавали. Но такой вывод проистекает из основных заложенных в меня инструкций. Мне не полагается оказывать помощь или содействие инопланетянам. После этого Холорин произнес очень много слов очень быстро и очень громким голосом. Это были сугубо земные идиомы. Однако Макс игнорировал эти определения, поскольку они были тенденциозными и бессодержательными. Некоторое время спустя инопланетянин, который называл себя Холорином, скрылся из виду за кучей камней. Спустя несколько минут из-за кучи камней вышло насвистывая некое существо. «Привет, Макс!» сказало существо. «Привет, мистер Холорин», ответил робот. Холорин остановился в десяти шагах от границы. «Ну, я побродил немножко», сказал он. «Но ничего интересного тут нет. В мое отсутствие что-нибудь произошло?» «Да, сэр», ответил Макс. «В лагерь пытался проникнуть инопланетянин». Холорин поднял брови. «Неужели?» «Да, сэр». «И как же выглядел этот инопланетянин?» «Он выглядел очень похожим на вас, мистер Холорин». «Боже великий!» воскрикнул Холорин. «Да как же ты сообразил, что он не я?» А он пытался войти в лагерь, не сказав пароля. «Этого подлинный мистер Холорин, разумеется, не стал бы делать». «Разумеется», сказал Холорин. «Отлично, Макс, нам надо будет следить, не появится ли этот тип еще раз». «Слушаюсь, сэр, благодарю вас, сэр». Холорин Холорин небрежно кивнул, он был доволен собой. Он сообразил, что Макс в соответствии со своей инструкцией должен будет рассматривать каждую встречу совершенно обособленно и действовать, исходя только из данных обстоятельств. Иначе и быть не могло, поскольку Максу не разрешалось рассуждать, опираясь на предыдущий опыт. В сознании Макса были запрограммированы определенные предпосылки. Он исходил из того, что земляне всегда знают пароль. Он исходил из того, что инопланетяне никогда не знают пароля, но всегда пытаются проникнуть в лагерь. Поэтому существо, которое не пытается проникнуть в лагерь, тем самым должно быть свободно от инопланетянского навязчивого желания входить в лагерь. А потому его можно рассматривать как землянина до тех пор, пока не будет доказано обратное. Холорин решил, что это очень недурное логическое построение для человека, организм которого уже потерял несколько процентов жидкости, а потому можно было надеяться, что и остальная часть его плана окажется не менее удачной. «Макс», сказал он, «во время моих обследований местности я сделал одно довольно неприятное открытие, а именно, сэр, я обнаружил, что мы разбили лагерь на краю разлома в коре этой планеты, ошибки здесь быть не может». «Нехорошо, сэр, а велик ли риск?» «Еще бы, а чем больше риск, тем больше работы. Нам с тобой, Макси, придется перенести весь лагерь на две мили к западу и немедленно, а потому бери канистры с водой и следуй за мной». «Есть, сэр», ответил Макс, «как только вы смените меня с поста?» «Ладно, сменяю», ответил Холорин, «пошевеливайся». «Не могу», сказал робот, «вы должны снять меня с поста, назвав пароль и указав, что он отменяется, тогда я перестану охранять данные границы». «У нас нет времени на формальности», сказал Холорин сквозь зубы, «новый пароль треска». «Пошевеливайся, Макс, я чувствую содрогание почвы». «Я ничего не чувствую». «Еще бы ты чувствовал», огрызнулся Холорин, «ты же всего только ГР, робот, а не землянин со специальной тренировкой и точно настроенным сенсорным аппаратом». «Ах, черт, снова!» «Уж на этот Тарас ты его почувствовал?» «Да, кажется, почувствовал». «Ну, тогда берись за дело». «Мистер Холорин, я не могу, я физически не способен покинуть свой пост, пока вы не распорядитесь. Прошу вас, сэр, распорядитесь». «Не волнуйся так», сказал Холорин, «пожалуй, мы не будем переносить лагерь». «Но землетрясение...» «Я только что произвел новые расчеты. У нас гораздо больше времени, чем я предполагал сначала. Я схожу погляжу еще раз». Холорин скрылся за скалами, где робот не мог его видеть. Сердце его часто билось, а кровь, казалось, еле текла по жилам. Перед глазами плясали радужные пятна. Он поставил диагноз легкий тепловой удар и заставил себя посидеть неподвижно в небольшом кружке тени под скалой. Медленно тянулись часы бесконечного дня. Бесформенное белое пятно двойного солнца сползло на дюйм ближе к горизонту. ГР-2201-34 бдительно охранял границы лагеря. Поднялся ветер. Он достиг почти ураганной силы и начал швырять песок вне мигающие глаза Макса. Робот неутомимо двигался по окружности. Ветер сник и среди скал ярдах в 20 от Макса появилась какая-то фигура. Кто-то следил за ним. Холорин или инопланетянин. Макс не желал размышлять. Он охранял свою границу. Маленький зверь похожий на койота опрометью выбежал из-за скал и зигзагом проскочил почти у самых ног Макса. Большая птица спикировала прямо на него. Раздался пронзительный виск и брызги крови упали на одну из палаток. Птица тяжело взмыла в воздух, сжимая в когтях бьющееся тело. Макс не обратил на это происшествие ни малейшего внимания. Он наблюдал за человекообразным существом, которое пошатываясь, брелок к нему со стороны скала. Существо остановилось. «Добрый день, мистер Холорин», сразу же сказал Макс. «Боюсь, мне следует сообщить, сэр, что у вас заметны явные признаки обезвоживания. Это состояние ведет к шоку, потере сознания и смерти, если не будут немедленно приняты необходимые меры». «Заткнись», сказал Холорин хриплым голосом. «Слушаюсь, мистер Холорин». «И перестань называть меня мистером Холорином». «Но почему, сэр?» «Потому что я... потому что я не Холорин. Я инопланетянин». «Неужели», сказал робот. «Или ты сомневаешься в моей правдивости?» «Ну, ваше ничем не подтверждаемое заявление?» «Неважно. Я дам тебе доказательства. Я не знаю пароля, слышишь?» «Каких еще доказательств тебе надо?» Робот продолжал колебаться и Холорин добавил. «Мистер Холорин велел мне напомнить тебе твои собственные основополагающие определения, в соответствии с которыми ты исполняешь свою работу, а именно землянин это разумное существо, которое знает пароль, инопланетянин это разумное существо, которое не знает пароля». «Да», с неохотой согласился робот, «для меня все определяется знанием пароля, и все же я чувствую, что тут что-то не так. предположим, вы мне лжете». «Если я лгу, то отсюда следует, что я землянин, который знает пароль», объяснил Холорин, «и опасности для лагеря нет, но ты знаешь, что я не лгу, потому что тебе известно, что никакой землянин не станет лгать, когда речь идет о пароле». «Но могу ли я исходить из такой предпосылки?» «А как же иначе? Ни один землянин не захочет выдать себя за инопланетянина, верно?» «Конечно нет». «А пароль единственное четкое различие между человеком и инопланетянином, не так ли?» «Да». «Следовательно, тезис можно считать доказанным». «Но все-таки я не уверен», сказал Макс и Холорин сообразил, что робот считает себя обязанным не доверять инопланетянину, даже если инопланетянин всего лишь пытается доказать, что он инопланетянин. Холорин выждал и через минуту Макс сказал «Хорошо, я согласен, что вы инопланетянин, а потому я отказываюсь допустить вас в лагерь». «Я и не прошу, чтобы ты меня туда допускал». «Вопрос заключается в том, что я пленник Холорина. А ты знаешь, что это означает?» Фотоэлектрические глаза робота быстро замигали. «Я не знаю, что это означает». «Это означает», объявил Холорин, «что ты должен выполнять все приказы Холорина, касающиеся меня. А он приказывает, чтобы ты задержал меня в пределах лагеря и не выпускал оттуда, пока он не отдаст другого распоряжения». «Но мистер Холорин знает, что я не могу впустить вас в лагерь», скричал Макс. «Конечно, конечно, но Холорин приказывает, чтобы ты взял меня под стражу в лагере, а это совсем другое дело». «Разве?» «Конечно, ну, конечно же, ты должен знать, что земляне всегда берут под стражу инопланетян, которые пытаются ворваться в лагерь». «Кажется, я что-то такое слышал», сказал Макс, «но все-таки впустить вас в лагерь я не могу, зато я могу сторожить вас здесь, прямо перед лагерем». «От этого мало толку», угрюмо сказал Холорин. «Мне очень жаль, но ничего другого я предложить не в состоянии». «Ну, ладно», ответил Холорин, садясь на песок. «Следовательно, я твой пленник». «Да? Тогда дай мне воды напиться». «Мне не разрешается». «Черт побери, ты несомненно знаешь, что с пленными инопланетянами предписывается общаться со всей вежливостью, положенной их рангу, а также снабжать их всем, что необходимо для жизни, в соответствии с Женевской Конвенцией и прочими международными соглашениями». «Да, я об этом слышал», сказал Макс. «А какой у вас ранг?» «Джемиздар старшего разряда». «Мой серийный номер 12 278 031 и мне требуется вода немедленно, потому что я без нее умру». Макс задумался на секунду, а потом сказал, «Я дам вам воды, но только после того, как напьется мистер Холорин». «Ну ведь ее, наверное, хватит на нас обоих?» спросил Холорин, пытаясь обаятельно улыбнуться. «Это должен решить мистер Холорин», твердо объявил Макс. «Ну ладно», сказал Холорин, поднимаясь на ноги. «Погодите, остановитесь, куда вы идете?» «Вон, за те скалы», ответил Холорин. «Настал час моей полуденной молитвы, которую я должен творить в полном одиночестве». «Ну, что, если вы сбежите?» «Чего ради?» спросил Холорин, удаляясь. «Холорин просто поймает меня еще раз». «Верно, верно, этот человек гений», пробормотал робот. Прошло всего несколько минут. Внезапно из-за скал появился Холорин. «Мистер Холорин?» спросил Макс. «Да, это я», весело ответил Холорин. «Мой пленник прибыл сюда благополучно?» «Да, сэр, он вон за теми скалами молится». «Это ничего», сказал Холорин. «Вот что, Макс, когда он оттуда выйдет, непременно напои его». «С радостью, после того, как вы напьетесь, сэр». «Черт, да я совершенно не хочу пить. Проследи только, чтобы этот бедняга инопланетянин получил свою воду». «Я не могу, пока не увижу, что вы напились в Досталь. Состояние обезвоживания, о котором я упомянул, сэр, заметно усилилось. В любой момент у вас может наступить коллапс. Я требую, я умоляю вас, напейтесь». «Ну ладно, ладно, хватит ворчать. Принеси-ка мне канистру». «Ах, сэр, а? Ну, что еще?» «Вы знаете, что я не могу покинуть границу». «Да почему же?» «Это противоречит инструкции, а кроме того, за скалами инопланетянин. Я посторожу за тебя, Макс, старина, а ты будь умницей и принеси воды». «Вы очень добры, сэр, но я не могу этого допустить, ведь я робот ГАЭР, сконструированный специально для охраны лагеря. Я не имею права возлагать эту ответственную функцию ни на кого, даже на землянина или другого робота ГАЭР, до тех пор, пока они не назовут пароль, и я не смогу покинуть пост». «Знаю, знаю», пропормотал Холорин. «С какой стороны не возьмись, результат один?» Он с трудом поплелся к скалам. «Что случилось?» спросил робот. «Что такого я сказал?» Ответа не было. «Мистер Холорин, Джимиздар инопланетянин?» Ответа по-прежнему не последовало. Макс продолжал охранять границы лагеря. Холорин был измучен. Горло соднило от пустых разговоров с глупым роботом, а все тело болело от бесчисленных ударов двойного солнца. Это был уже не солнечный ожог. Холорин почернел, обгорел, превратился в жареного индюка. Боль, жажда и утомление вытеснили все остальные чувства, кроме злости. Он злился на себя за то, что попал в нелепое положение и не сумел предотвратить своей гибели. Холорин Ах, да, бедняга не знал пароля и умер от жажды всего в сотне шагов от воды и палаток. Печальный, нелепый конец. И теперь его поддерживала только злость. Только она заставляла его вновь анализировать положение и искать возможности проникнуть в лагерь. Он уже убедил робота, что он землянин. Затем он убедил робота, что он инопланетянин. Ни то, ни другое не помогло ему проникнуть в лагерь. Что еще он может сделать? Холорин перекатился на спину и уставился в пылающее белое небо. В нем плавали черные точки. Галлюцинация? Нет, это кружили птицы. Они забыли про свою обычную добычу и ждали, чтобы он совсем обессилел. А вот тогда не устроят настоящий пир. Он заставил себя сесть. Теперь, сказал он себе, ты взвесишь все и найдешь зацепку. С точки зрения Макса, все разумные существа, знающие пароль, земляне, а все разумные существа, не знающие пароля, инопланетяне. Это означает... На мгновение Холорину показалось, что он нашел ключ к разгадке, но ему было трудно сосредоточиться. Птицы спускались все ниже и ниже. Из-за скалы выскользнул койот и понюхал его ботинок. В конце концов, Макс глуп. Его сконструировали не для того, чтобы он разоблачал обманщиков, если не считать одной очень узкой области. Его критерии архаичны, как в анекдоте о Платоне, который называл человека двуногим существом без перьев. Адиоген ощипал петуха и заявил, что он точно соответствует этому определению, после чего Платон внес уточнение, добавив, что человек это двуногое существо без перьев и с плоскими ногтями. Но какое отношение все это имеет к Максу? Холорин яростно тряхнул головой, пытаясь сосредоточиться, но перед ним по-прежнему вставал человек по Платону, шестифутовый петух, без единого перышка на теле и с очень плоскими ногтями. Макс уязвим, у него должно найтись слабое место. В отличие от Платона, он не может вносить уточнения в свои определения, он не в состоянии отойти от них, как от всего того, что из них логически вытекает. «Черт побери», сказал Холорин вслух, «по-моему, я все-таки нашел способ». Он попытался обдумать его подробнее, но обнаружил, что на это у него уже нет сил, оставалось только одно «попробовать, а там будь что будет». «Макс», сказал он шепотом, «вот идет ощипанный петух, а вернее не ощипанный петух, сумка это в свою космологию и прожуй хорошенько». Он сам хорошенько не понимал, что собственно хочет сказать, но твердо знал, что сейчас сделает. Капитан Битти и лейтенант Джеймс вернулись в лагерь в конце третьего земного дня. Холорина они нашли без сознания, это было следствием большого обезвоживания и солнечного удара. В бреду он кричал, что Платон пытался не пустить его в лагерь, и тогда Холорин превратился в шестифутового петуха без плоских ногтей и тем посрамил ученого-философа и его дружка-робота. Макс напоил его, завернул в мокрое одеяло и соорудил над ним света непроницаемый тент из двух слоев пластика. Дня через два Холорин должен был совсем оправиться. Но перед тем, как потерять сознание, он успел написать на листке «Без пароля не мог вернуться! Сообщите, чтобы завод ввел в роботов ГР аварийный контур!» Битти не мог добиться от Холорина никакого толку, а потому стал расспрашивать Макса. Он узнал все подробности о том, как Холорин ушел на разведку и про многочисленных инопланетян, которые выглядели точно так же, как Холорин, и о том, что говорили они и что говорил Холорин. Это-то было понятно. Холорин отчаянно искал способ проникнуть в лагерь. «Но что произошло после того?» спросил Битти. «Как он все-таки проник в лагерь?» «Он не проник», ответил Макс. «Он просто вдруг уже был там». «Но как он прошел мимо тебя?» «Он не проходил. Это было бы невозможно. Просто мистер Холорин был уже внутри лагеря». «Я не понимаю», сказал Битти. «Говоря откровенно, сэр, я тоже не понимаю. Боюсь, что на ваш вопрос может ответить только сам мистер Холорин». «Ну, когда еще начнет разговаривать», сказал Битти. «Ну, если он нашел способ, наверное, и я сумею его найти». Битти и Джеймс долго ломали голову над этой задачей, но так и не нашли ответа. Для этого они недостаточно отчаялись и недостаточно озлились, и мысли их шли совсем не по нужному пути. Чтобы понять, каким образом Холорин проник в лагерь, необходимо было посмотреть на заключительные события глазами Макса. «Жара, ветер, птицы, скалы, солнце, песок. Я игнорирую все постороннее. Я охраняю границы лагеря от инопланетян. Что-то приближается ко мне со стороны скал из пустыни. Это большое существо. Волосы свисают с его головы. Оно бежит на четырех конечностях. Я приказываю ему остановиться. Оно рычит на меня. Я снова приказываю остановиться. Более резко. Я включаю мое оружие. Я угрожаю. Существо рычит и продолжает ползти к лагерю. Я вспоминаю инструкции, чтобы спланировать дальнейшее поведение. Я знаю, что люди и инопланетяне это две категории разумных существ, характеризующиеся способности мыслей, что подразумевает способность выражать мысли с помощью речи. Эта способность неизменно пускается в ход, когда я приказываю остановиться. Люди, когда у них спрашивают пароль, всегда отвечают правильно. Инопланетяне, когда у них спрашивают пароль, всегда отвечают неправильно. И инопланетяне и люди, когда у них спрашивают пароль, всегда отвечают правильно или неправильно. Поскольку это всегда так, я должен сделать вывод, что любое существо, которое мне не отвечает, вообще не способно отвечать, и его можно игнорировать. Птицы присмыкающихся можно игнорировать. Это большое животное, которое ползет мимо меня, тоже можно проигнорировать. Я не обращаю внимания на это существо, но я включил все мои органы чувств на полную мощность, потому что мистер Холорин где-то ходит по пустыне. А кроме того, там молится инопланетянин Джиммисдар. Но что это? Мистер Холорин чудесным образом вернулся в лагерь. Он стонет, страдая от обезвоживания и солнечного удара. Животное, которое проползло мимо меня, исчезло бесследно, а Джиммисдар, по-видимому, все еще молится среди скал.